МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нет лекарств, глюкоза, физраствор, иногда перчатки. В их глазах не детская печаль. Там крик. Хотим выжить. Там, за окном, почти в центре Киева, начинает шуметь город. Вместе с просыпающимся гулом машин просыпается жизнь и в этих коридорах. Со скрипа больничной двери, шуршание перевязочных материалов, шелеста упаковок с таблетками. Это там, за окном. Девочки мечтают о барбе, нарядных платьях и дорогих подарках. У Иры мечты простые. Может, кому-то там, за окном, непонятные. Она мечтает просто расчесать волосы и просто пойти в школу. Но ее день начинается не со школьного портфеля, и расческа Ире тоже пока не нужна. Химия капает сам. Потом отдыхаешь две недели, поднимаешь анализы. Первую неделю гуляешь, вторую падаешь. Вторую неделю поднимаешь. И опять начинаешь капать химию. Так три раза делаешь. Капают круглосуточно. Палата, кровать, потолок. Ты не можешь выйти даже в коридор. На самом деле не отдыхаешь, а просто приходишь в себя. Без сил и без защиты. Химия съела весь иммунитет. Острый гибридный лейкоз. Ира с этими тремя словами живет уже 9 месяцев. Они означают белая кровь. Клетки не успевают развиваться. Мы долго не отобследовались. 37,2 температура, 37,2 температура. Естественно, сначала сказали, что не переживайте. Это все совсем не то, что вы думаете. Но на всякий случай, чтобы вы спали спокойно. Значит, давайте сделаем пункцию костного мозга и посмотрим, что там. Ну, а когда сделали, то, конечно, уже увидели, что там все печально. Ира знает, чем она болеет. Значит, то лечиться от этого придется очень долго. Сейчас, сейчас пойдем. Таких, как она, называют заново рожденные. Потому что срок выздоровления не меньше 9 месяцев. Как для рождения нового человека. Танечка, вы отключаетесь? А так начинается ее утро. Всех обижать, успеть на докторскую пятиминутку, просмотреть все анализы. И при этом нужно улыбаться. Сегодня и каждый день. Даже тогда, когда улыбаться нет сил. Когда плачут не глаза, а сердце. Наблюдая, как уходит ребенок. Слава богу, говорит, сегодня в ее палатах таких нет. Ему лучше сейчас не ходить. У него низкое количество лейкоцитов, поэтому любая инфекция сейчас ему будет лишняя. Здесь на каждой двери маска, а рядом с ней какой-нибудь рисунок. Напоминание тому же врачу. От улыбки мир действительно становится светлее. Доброе. Доброе. Как появилось? Так все по-прежнему. Гемоглобинность сегодня, прошу прощения, 74, 104 тысячи тромбоцитов, а лейкоциты порядка двух тысяч и 300 с них нетропилов. Борьба за каждую тысячу. Зубки можно чистить? Можно почистить. Можно чистить зубки, да. Выше 50 тысяч можно чистить зубки. Сегодня у врача искренняя улыбка. Почистить зубы – это пусть и небольшая, но победа. Максим и мама ждали ее почти целую неделю. Начинаю, наверное, с морковки. Отделение онкогематологии словно настоящий дом. Постоянные жильцы, кухня, душевая, кровать для ребенка и раскладушка для мамы. В европейских клиниках родители не живут в больничных палатах. За детьми смотрят медсестры. В Украине их не хватает даже для того, чтобы менять капельницы. Говорят, что химию получать не будешь пока что. Но тоже сразу понятно, что не скоро домой. Ира в курсе. В ее отделении у детей шансов выздороветь больше. А вот этажом ниже у пациентов диагноз тяжелее и страшнее. Конечно, по местным меркам. Диагноз-то у всех страшный. На втором этаже те, у кого повторное обострение болезни. А также те, кто, как говорят, на пересадке. Здесь у нас дети ожидают трансплантацию. Аутологичный. То есть своей периферической стволовой клетки. Это мальчик с лимфогранулематозом взрослым. Здесь у нас ребенок, который уже тоже получил трансплантацию. А Богдан только готовится к трансплантации. Мегадозовая химия. Мегадозовая химия – это как бы… Вот сейчас, допустим, у меня есть свой иммунитет. А после мегадозова его как бы не будет. То есть химия, она полностью все разрушает. Потом подсаживаются твои же клетки и ждешь приживления. Ну, про себя лучше все будет хорошо. Когда-нибудь оно закончится. В Украине донорами могут быть только родственники. Это всего лишь 20 операций в год из 250 необходимых. 50 тысяч долларов каждая. Остальным надо искать доноров за границей и 200 тысяч долларов. Украина уже много лет обещает войти во Всемирный банк доноров костного мозга. Но особенности национальной медицины обещать не значит выполнить. Страна тратит колоссальные деньги на заграничные операции. Хотя все понимают, того, что потратили за много лет, хватило бы на суперсовременную клинику в Украине. Здесь вам обязательно расскажут историю о Наташиной карточке. Деньги на операцию за границей собирали долго. Наташу все-таки отправили в Беларусь, но спасти ее не удалось. Мама вернула банковскую карточку другим детям. Ее из рук в руки уже передавали 12 раз. И что удивительно, у кого она оказывалась, быстро находили деньги, детей удавалось спасти. Девочка с острой миолоидной лейкемией. Именно этот ребенок прошел то, что мало кто может пройти. Аня Левко из Черновцова. О ней в больнице знают все, и врачи, и даже дети. На спасение девочки потратили полмиллиона гривен. Две недели тому назад мы не знали, будет этот ребенок жить или нет. Я могу сказать, что если бы не волонтерская помощь, к сожалению...